День Отца Но отцом трудно быть Это важно проанализировать Это вообще сложная профессия Нету таких университетов, где выдаются диплом отца Я сам до сих пор учусь в этой школе И я очень рад, действительно, что в этой стране, в Америке, есть такой праздник День Отца Потому что наше общество, оно, я думаю, направлено Я верю, что за этим стоят также силы зла и тьмы Чтобы полностью разрушить авторитет Отца Роль Отца, позицию Отца И все, что Бог доверил именно Отцам Я не знаю, насколько вы заметили, что движение феминизма Оно подавляет, разрушает роль Отца Голливуд убивает, унижает Отца Даже мультфильмы Даже мультики И там тоже, как бы, ну, отец он такой, знаете, так Такое пятое колесо Такой обычно глупенький Такой, как бы, себе Там, как бы, есть такая бизнес-лейли Которая все вставит все в свой порядок и на место Поэтому сегодня, друзья, важно, особенно нам, верующим В свете Писания, увидеть, какая же роль и ответственность Отца Первый пункт наш сегодня, мы с вами поговорим об Отцах Это шанс взять ответственность Я думаю, что сегодня мы все замечаем, что отцам сегодня тяжело в том плане, что они всем должны Должны государству, должны налоги, должны и жене, должны детям, должны обществу И многим они должны Боссу на работе И каждый человек или каждый отдел, каждая сфера нашей жизни на земле Пытается, как бы, навязать роль, которую должен выполнять отец Особенно общество Очень сильно влияет на то, чтобы дать отцу, как бы, позицию и роль И сегодня нам нужно, друзья, разобраться Где в этих всех вот позициях, ответственностях, какая его роль по отношению Бога На основании священного Писания Первое я хочу с вами прочитать Ефесянам 6 глава 4 стих Там написано Итак, друзья, среди всех ответственностей Ролей, которые мужчине навязывает общество Библия выделяет одну, самую главную Ответственность отца по мнению Бога А теперь, друзья, попробуйте проанализировать, какую роль дало отцу общество Добавлю, современное общество Какими полномочиями, какой ответственностью наделило отца современное общество И какой ролью его наделил Бог Если мы посмотрим, друзья, в Писание То ответственность отца, которая очень прямо высказана в священном Писании Их не так много Попробуйте задуматься и найти в Писании Сейчас это наши знания христианские Какая ответственность отца на основании Библии Дана Богом отцу Кажется, ну, обеспечивать семью Кажется, там, ну, любить, заботиться Сейчас мы говорим об отце Это тоже надо, это тоже правильно Но если мы так проанализируем То не так много таких ясных, прямых заявлений Где Бог дает ответственность отцу Их не так много Общество сегодня, друзья, я хочу нам подчеркнуть Навязало другие роли Но вот если так сказать, вот подытожить Вот одна из них на экране, в Писании Она очень ясна Очень прямо, без всяких намеков Это ответственность и роль, которую Бог дал для отца Из всех ответственностей она выделяется самое-самое-самое яркое Отцы, воспитывайте детей ваших Оказывается, друзья, что сегодня В воспитании детей Это то, где, возможно, мы, отцы, где-то или запутались Или, может быть, осуетились Или, возможно, приоритеты где-то мы переставили Воспитывать, конечно, сюда включается время Проводить время с детьми Сюда включается и любовь к детям Конечно, и дисциплина И пример Личный Тоже обязательно Сегодня не только мальчики, но и дети В основном отданы на воспитание женщинам Слава Богу За мам, за женщин Которые часто берут на себя ответственность И это иногда связано с тем, что Папа не взял свою ответственность Папа, возможно, не на своем месте И поэтому женщинам приходится брать эту роль И ношу, для которой они никогда не были предназначены Давайте вспомним, как было раньше Давно-давно-давно Помните раньше, когда ребенок был отнят от груди материнской Где он получил большую дозу любви Дозу любви, заботы Вот материнской ласки И потом дальше дети переходили уже в воспитание К отцам, к мужчинам Они их брали с собой на охоту Везде воспитывали, учили Разным делам Помните, как было раньше? А как сейчас? Сначала мама понятна Потом дальше, в следующий сезон Снова мама Потому что папа на работе Вроде бы тоже как-то неизбежно Потом они переходят в школу Светскую школу Кто в большинстве учит детей? Женщины Учительницы в основном И слава Богу за них, как я сказал За то, что они есть Потом они идут в воскресную школу Кто у нас в воскресной школе в основном учит? В большинстве Подавляющим Не только у нас, а везде Снова женщины И слава Богу, спасибо за них А потом с детьми, нашими внуками Если у вас есть внуки Кто в основном проводит время больше? Бабушки Слава Богу, за них И вот в этой всей цепочке жизни А где делись мужчины? Где делись отцы? Вы, мы не заметили Как общество навязало отцам Совершенно другую роль и цели Их настолько загрузили Настолько, можно сказать, промыли мозги Насколько вот это современное Сайри Направило их в другом направлении Что гонка идет совершенно за другим И отец в этом всем Он искренне даже не осознает Что он идет часто мимо цели И как будто уверен Что выполняет свою ответственность Как отец Обеспечивая семью И в этом тоже есть Необходимость и правда Кстати, найдите в Писании Где написано о том Что отец должен обеспечивать семью Это просто домашнее задание Ради интереса Вопрос просто Это мнение общества Или это Писание? Интересно, поинтересуйтесь Где вот написана вот эта ответственность? Хотя я верю и понимаю Что да, отец должен Обеспечивать семью Но вот я хочу снова Чтобы ему во всех ответственностях И роль отца общества и Библии Насколько она сейчас Далеко ушла от оригинала Оригинал Писания Отец, воспитывай детей Воспитывай детей Если, друзья Бог доверил эту ответственность Отцу, мужчине То я верю, что Бог при этом заложил Весь необходимый потенциал И способность Чтобы отец смог с этой задачей справиться Иначе Бог бы был несправедлив Если папа не способен Такой себе сякой никакой То кажется Тогда Тогда зачем Богу давать такие роли Несправедливо То, что невозможно выполнить Но если человек Отец Он движется Развивается По всем вот правилам Которые дает нам Писание Он принадлежит Богу Он христианин То он имеет все шансы Абсолютно все шансы Выполнить эту роль Хорошо С Божьей помощью Очень важно это подметить Я хотел бы поговорить О воспитании Которое Дана Эта роль Сегодня папам Это Сегодня как напоминание Помните наш первый пункт День отца Это твой шанс Если ты отец Это твой шанс Взять ответственность И в первую очередь Взять ответственность За воспитание Твоих детей Конечно же друзья Я говорю о О таком варианте Когда человек Папа Он христианин Когда он имеет отношения С Богом Когда он живой христианин Когда он не просто Приходит в церковь Но вот такой папа Ему надо дать право Воспитывать детей Когда у него отношения В Боге в порядке Папа Который Не имеет отношений С Богом Не живет по заповедям В жизни В его присутствует грех Конечно же Там будут большие перекосы Конечно же Иногда мы будем Сами бояться Чтобы этот папа Дотрагивался до детей Потому что Он не туда заведет Но мы же говорим Об оригинале Библии Когда Этот папа Принадлежит И следует за Господом И дальше мы говорим Об воспитании Которое я называю Умышленное Умышленное Потому что Есть воспитание Неумышленное Это когда Ребенок Что-то натворил Что-то сделал И у нас автоматический Рефлекс Так знаете Под затыльник Так раз И сразу подсказал Тут же рассказал Научил И посадил Это тоже воспитание Иногда тоже надо Но это я называю Неумышленное А умышленное воспитание Это когда человек Заранее планирует И планирует О чем будет разговаривать С детьми Время берет И он знает О чем будет им рассказывать Он думает Что им нужно научить И он проводит Вот эти беседы С детьми Он проводит с ними Время Да Можно с детьми Пойти и погулять В парк Это тоже хорошо Детям нужно Просто Внимание Иногда просто С ними поиграть Но Тогда этот папа Ничем не отличается От другого папы Который вообще В Бога не верит И плюет на Библию Ведь мы же говорим О христианских Отцах Которые должны Что-то сделать Больше Чем просто С детьми Погулять В парке Это тоже хорошо Но мы с вами вернемся К тому основному месту Где написано Отцы Воспитывайте детей Ваших И дальше Самое-самое-самое Главное В учении И наставлении Господнем Я думаю Что Иногда Отцы Вообще не участвуют В воспитании Это первый этап Второй этап Они участвуют Как бы в воспитании Вот это нельзя Вот это нельзя Вот здесь наказал А вот третий Самый-самый Вот там вот Конец этого стиха Это мне кажется Самая главная роль Христианина Которая называется Звание Отца имеет И здесь друзья Мы Можем с вами Анализировать себя Насколько мы вникаем В жизнь наших детей Что они смотрят Какие они фильмы Мультфильмы смотрим Проверяем ли мы их телефоны С кем они разговаривают Что они вообще В телефонах делают Что они смотрят Помните Что есть период В нашей жизни Когда отец Он является героем А потом есть период Когда папа Вообще ничего не понимает Он вообще отстает Он вообще настолько Настолько отстал И от жизни Вот этот момент Период жизни Возрастной Нам важно Его не пропустить Есть такой вопрос Интересный Когда дети Попали в проблему Кому они первому Пойдут за советом Или за помощью К маме К друзьям Сам решит Или к папе Интересный вопрос Который можно задавать Своим детям Друзья Самоанализ Если мы думаем Что для нас Воспитание детей Это важно То можно спросить себя Сколько книг Я как папа Прочитал На тему воспитания детей Ну конечно Можно сказать Что я и без книг Все знаю Но это просто Как бы самоанализ Для нас Насколько для нас Это важно Если это важно То можно Я думаю Учиться И на ошибках Других На своих тоже можно Но на других Как бы лучше Можно спросить себя Насколько мы Планируем Вот эти Духовные Беседы С нашими детьми Мне кажется Особенно это актуально Для молодых пап Для вот молодых Семей Молодоженов Которые Вот раньше Как-то оно было Вроде или они были Менее заняты Или я не знаю как Но вот сегодня Карантин Который недавно был По всему миру Я думаю Показал нам проблему Что проблема была Не только в том Что нету времени Мы часто думали Ну нету времени У отца нету времени Проводить с детьми Но когда Некоторых закрыли дома Некоторых посадили Как бы принудили Быть так скажем В семье С детьми Оказалось Что проблема Даже не в том Что времени не было А проблема в том Что нету привычки У папы Иметь Духовное Общение С детьми Разрешите подчеркнуть Духовное Общение Просто Общение Еще иногда Получается И это тоже надо Просто поиграть Получается Иногда И это тоже Хорошо Детям Это надо Но я подчеркиваю Духовное Общение Когда мы Как отцы Не знаем Даже как Вот эту беседу Провести С чего ее Начинать Как вот эти Семейные молитвы Работают Ну можно Помолиться Ну как вот Завести этот Диалог Мы просто Понимаем Что мы как бы Духовно Бедненькие И перед Нашими Детьми У нас Нету Вот этой Привычки Нету Вот этого Стремления Рвения Уже вроде бы И время Появилось А все Как-то Хочется Что-то Посмотреть Какое-то Видео Но вот Нету Изнутри И об этом Нас Призывает Писание Если для нас Это важно То Наверное Стоило бы Хотя бы У своих Родителей Спросить Папа Мама А какие ошибки Вот вы допустили В воспитании детей Которые мне Может быть Не стоит Допускать Я думаю Что родители Зрелые уже И ты уже Взрослые Я думаю Тебе расскажут Это еще раз Как бы Такой Маленький Шаг К тому Что тебе Это важно Тебе важно Ты понимаешь Что тебе Не хочется Промахнуться Ты должен Как отец Воспитывать детей И проводить С ними время Притча 13 глава 24 стих Написано Кто жалеет Розги своей Тот ненавидит Сына А кто любит Тот с детства Наказывает Его Хочется Подчеркнуть Здесь Один важный Принцип Здесь идет Речь о воспитании О дисциплине Которая тоже Входит в роль Отца Заметьте Написано Здесь идет Речь Об отце Но дальше Здесь очень важно Написано Тот кто любит То есть Это должно Делаться Только с любовью Потому что Можно наказывать Это уже Это уже Издевательство Это не наказание Но тот кто любит Вот это здесь Главный Ключевой Такой момент Тот кто любит Тот наказывает Потому что он любит Не потому что он злой А потому что он любит Дальше написано Притча 19-18 Наказывай сына своего Да коли есть надежда То есть придет момент Когда уже надежда Это ушла Период Времени Сезон Закончился А пока еще Есть сезон Участвуй Но если будет Только наказание А не будет Всего остального Любви Времени Заботы Вот этих бесед Поездок И игр То конечно Останется Осадок Другой В жизни Ребенка Понятно друзья Что даже наказание Или дисциплина Это на определенный сезон Есть этапы воспитания Этапы воспитания В жизни наших детей Вот следующий слайд Можно посмотреть Есть первый этап Это Когда отец Или родители Он выходит Выступает в роли Спасатель Когда ребенок Только И сразу Спасатели побежали Ночью И спасатели Подорвались Спасают Только рот открыл Сразу в рот Что-то положили Переодели Но без них Без спасателей Не выживет Не выживет ребенок Вот это вот сезон Родители Они спасатели Спасаются Всех сил Потом приходит Другой сезон Когда уже Отец становится Полицейским Раздает Наказание За нарушение правил Знакомо Нарушил Тикет Нарушил Получил Тикет Вот это нельзя Стоп Стоять Скорость нельзя Превышать А туда вообще Нельзя ехать И вот Выполняет Отец Роль Полицейского Тоже Необходим Необходимый Сезон В жизни Ребенка А потом уже Переходит Другой сезон Уже Тинейджеры Стоят наши дети Чуть постарше И тогда уже Родитель Отец Уже стает Тренер Он как бы Типа и Подсказывает И направляет Но уже как бы Но уже меньше Так скажем Штрафует Понимаете Да уже так Уже коуч Тренирует Так рядом Рядом Наставляет Вдохновляет Показывает Тренер Уже Уже методы Меняются И потом уже Приходит сезон Когда уже Все вот эти Сдал Все И полицей На полицейского Сдал Или не сдал И на тренера Тоже Пробовал Стать Может стал Или не стал И потом уже Последний этап Это уже друг Когда уже Отец Стает просто другом Уже взрослый Ваш орел Уже научился летать И Вы уже Просто подсказываете Вы уже как друг Стали До конца жизни Вот эти все Этапы Друзья Которые мы Проходим В нашей жизни Хочется Друзья Еще раз Подчеркнуть То что Для отца Очень важно Самое Самое Важное Это Воспитывайте Их В учении И наставлении Господнем Не просто Правила Безопасности Хотя мы С моими Детьми Я сделал Ютуб канал Где мы Там Делаем Сейфти Рулс Правила Безопасности Там Они Там Мои дочери Любят Эти вещи И мы Там Записываем Сейфти Рулс Но Это Как бы Как я сказал Это ничем Не отличается От простого Человека Который тоже Может быть Отец Но который Ничего не имеет Общего с Богом И Библией Но для нас Духовных Людей Важно Чтобы мы Вкладывали В детей Духовные Принципы Вкладывали В детей И слава Богу За женщины Матерей Которые Это делают Но Отцы Сегодня Шанс Вам Занять Ваше Место Потому что Эту ответственность Эту роль Вам Дал Бог Отцам Доверил Воспитание И вкладывать Вот эти Божественные Истины Доверил Отцам Поэтому нам Важно Друзья Об этом Не забывать И один из Самых лучших Методов Как мы Можем Это передать Вот эту Духовность Нашим Детям Это конечно Личный Духовный Личный Пример Личный Пример Отца Я благодарен Богу За моего Отца Который Оставил Мне Пример Христианина Который Был Этим Верующим Человеком Не только В воскресенье Не только В обществе А дома И в жизни В машине И везде Я думаю Что важно Детям Вашим Нашим Чтобы дети Видели Что папа Молится Важно Чтобы дети Видели Что папа Читает Библию Вы скажете Зачем такая Показуха Но я верю Друзья Что важно Чтобы дети Именно Видели Конечно Не надо Разыгрывать Театральное Представление Важно Если оно В жизни Есть Оно Естественно Они будут Замечать Они вас Застанут Так раз Открыл дверь О-о-о Папа Молится Он закрыл Они будут Это видеть Что по жизни Это есть Точно так же Чтобы они Замечали Это в маме Чтобы они Видели Эти примеры Что не только Вот в воскресенье Мы сели Вид Одели Встали Сели А по жизни Чтобы дети Видели Это в личной Жизни Это наверное Самый эффективный Метод Личный пример Духовной Жизни Хочется Чтобы мы Детей своих Отцы Собирали На молитвы Чтобы вы Отцы Мы Напоминали Нашим детям Сынок А ты прочитал Библию А вы Прочитали Библию Девочки А вы Дочки А вы Имели Молитву Личную Чтобы это Папа Напоминал Слава Богу За мам Которые Это делают Но это роль Папы Это вот Твоя ответственность Как отца На основании Библии И из всех Ответственностей Она выражена В писании Очень ярко Очень ясно Одна из самых Самых больших Если ты Папа Веришь Что ты Верующий Что ты В статусе Отца То твоя роль Одна из самых 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 Это воспитание Детей В учении И наставлении Господнем Вы знаете Друзья Сегодня мы Живем в таком мире Где кажется Все перепутано Дьявола У него есть Своя адженда У него есть Своя вот эта Тактика Чтобы разрушить Все Что Бог Оригинально Постановил Дьявол пытается Все перевернуть Все запутать Все как бы Стереть Вот эти все Границы Сбить приоритеты И цели И кажется Сегодня Отец Кажется Совершенно другим Занимается Но не вот этим Важным В писании Очень много Говорится Об отцах Например Третья царств Пятнадцатая глава Когда отцы Поступали Неправильно Ходили Не вслед Бога Не служили Богу То потом Пишется И он ходил По путям Отца своего Много раз Употребляется Этот оборот Что как отец Так и сын Как отец Так и сын Шел по этому же Примеру Псалом 71 Написана Одна такая Очень интересная Мысль И закончились Молитвы Давида Вау Кажется Не написано Что закончилась Жизнь Давида Закончилась Молитвы мамы Это тоже важно Тоже важно Но подчеркивается Важность Молитвы Отца Закончились Молитвы Давида Который несет Вот эту Духовную стражу Духовную стражу Духовную стражу Духовный стержень в нашей жизни. Это то, что для нас сегодня важно помнить. Иов, он молился о детях своих, освящая их. Опять же, роль отца выступает как духовного наставника в своем доме. Сегодня, кажется, все настолько перепутано. Отец, например, сегодня, кажется, не может взять детей куда-то с собой, в какую-то дорогу, поездку, куда-то выехать. Почему? Элементарно. Потому что отец, с ним дети будут голодные, скорее всего. С ним дети будут, возможно, неправильно одеты. Если отец возьмет, то, возможно, они в озере каком-то покупаются. Отец разрешит залезть на дерево, а с дерева можно упасть. Ну, кажется, не справится. Отец, возможно, даже не всегда или умеет, или может помочь что-то по дому. Потому что он, если сделает, то сделает не так, сделает не идеально, сделает неправильно. Все равно, как бы, мама сделает лучше. И, кажется, и там он не дотягивает, не умеет. Воспитывать детей он тоже, он слишком строг. Он слишком строг. Или он разрешает то, что мама не разрешает. И там у него не получается. И там он не умеет. Вопрос, а что он умеет? А что отец умеет? Какая ему роль дана обществом? А теперь откровение. Это машина. Это современная машина для заработка денег. Вот эту роль общества сегодня дала отцу. Современное общество. Которое идет в противоположную сторону с Писанием. Сегодня отец — это машина по заработку денег. Едет на машине и сам не осознает, что тоже машина. Машина, которая зарабатывает деньги. Эта машина, бывает, ломается, быстро ее ремонтируют и снова вперед. И среди всех ответственностей и ролей, которые Бог дал отцу, осталось вот это. Которое, в принципе, как бы ее и наделило общество. Да, отец должен обеспечивать семью. Я с этим не спорю. Я так это понимаю. Но, как я сказал, что из того, что я привел, отец, кажется, и там не умеет, и там не умеет, и там нельзя доверить, и там он не справится. Все, что он умеет, это зарабатывать деньги. И если отец не вмешивается вообще в семью, если отец вообще ничего не указывает, то это вообще идеальный отец. Вот только деньги зарабатывай, меньше говори, можешь с детьми в парк пойти. И снова иди зарабатывай. И не надо тут никак управлять, указывать. Зарабатывай, и ты будешь идеальный отец. Вот это, друзья, к чему пришло современное общество. Машина для заработка денег. И потом, конечно, мы удивляемся, почему у нас такие дети, почему у нас такое. Но это есть много причин. Хочется спросить, а кто в этом виноват? Но давайте не будем искать виновных. Давайте попробуем просто вернуться к оригиналу. К оригиналу, какая роль дана сегодня отцам. Если ты уже имеешь внуков, то просьба, совет, передай это своим детям. Постарайся занять эту роль. Будь помощником. Помогай детям, подсказывай. Если ты еще не имеешь детей, то бери из этого уроки на будущее. Для своих будущих детей. Это всем нам, друзья, пригодится. И мы видим в этом всем такая дьявольская тактика, как бы адженда, которая пытается разрушить библейские авторитеты и цели, поставленные для нас людей. Хочется, друзья, нам сказать ко всем отцам, я сам в этом нуждаюсь, что даже если мы и согласились идти по этому пути, нам важно помнить, что нам очень необходима Божья помощь. Если ты, отец, самоуверен, это может быть для тебя крушением. Написано в Писании, если Бог не созиждет дома твоего, то напрасно трудится. Поэтому мы должны стараться выполнять свою роль, но мы должны понимать, что если Бог не поможет, то все твои методы, знания, книги, все это не поможет. Мы зависимы от Бога. Мы опираемся на авторитет Бога, на Его Писание и многому учимся. Я многому учусь и призываю нас учиться. Исследовать этому примеру. Второе. Для отца, в день отца сегодня шанс отблагодарить. Если ты отец, для тебя шанс взять ответственность. Если у тебя еще есть отец, то для тебя сегодня шанс его отблагодарить. Его оценить и его поблагодарить за то, что он сделал в твоей жизни. Его почитать, его уважать. Даже за его статус. Просто за его статус. Да, друзья, потому что нигде в Писании не написано, что уважайте толковых отцов. Нигде не написано, что любите, почитайте только хороших пап. Хотя оно вроде бы логично. Но там написано, просто уважайте, почитайте. Ефесянам 6, 2 Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь. И будет тебе благо. Тебе будет благо. You will do well. You will be blessed if you honor your father, if you honor your mother. Потому что так говорит Бог. Это не просто совет человека, не просто какой-то философский трюк. Это сам Бог говорит почитай и уважай за статус. Папы и мамы. А потом, если он заслужил, это еще больше повод. Но даже если не заслужил, даже если не заслужил за его статус и звание, Писание призывает нас это делать, уважать и почитать. И если ты это будешь делать, ты будешь благословен. Даже ошибки твоего отца в твоей власти выбрать покрыть или же опустить. помните пример из Библии Бытие 9 глава? Сим и Иофет. Это два сына Ноя. Отец, вы помните, перепил вина. Конечно, можно сказать, безобразие, раздетый, где-то там валяется. Можно осудить. Есть причины, серьезные. Но что делают? Один сын начинает смеяться, унижать своего отца. И кажется, есть причины. А два других сына берут и покрывают наготу своего отца, несмотря даже в ту сторону. Все их отношение сердце кричит о том, что да, папа ошибся, но потому что он папа, я буду его уважать. Потому что его статус, потому что он отец. И дальше, друзья, все поколение, будущее, в Писании это написано, Бог благословляет. За такой маленький поступок, за то, что они проявили уважение к родителям, кажется, незаслуженно. Дети, услышите, пожалуйста. Если у вас есть родители, и вам кажется, они поступают иногда несправедливо, иногда они ошибаются, но даже если они ошибаются, если вы их почитаете, если вы их уважаете, то за это вы можете прочитать Genesis 9, 9 главу Бытия, что Бог благословил все их потомство, поколение, на будущее, на много-много лет вперед. Бог сказал, вы будете благословены за такое почтение к вашим родителям. Вот как мы сегодня можем благодарить и почитать наших отцов, даже если они где-то ошибались. Благодарите их за то, что они обеспечивают семью. Не для всех, но, я думаю, для большинства. Особенно это было правда раньше, для большинства людей. Дом, в котором вы живете, скорее всего, это отец позаботился. Он зарабатывал. Его часто не было дома. Он зарабатывал, чтобы у вас была крыша над вашей головой. Не для всех, но для большинства людей. Одежда, которую мы одеваем, особенно дети, часто это отец зарабатывал. Он давал на это финансы. Часто мама покупает, дети даже не знают, что это же папа дал ей деньги. Он зарабатывал. Он свое здоровье туда вкладывал. И все, что мы имеем в доме, и стиралки, и машинки, и всякие штучки, электронику, это та же часто, потому что он зарабатывал, он обеспечивал, давал нам хлеб, и к хлебу. Давайте это тоже будем помнить и ценить, и благодарить его за это. Спасибо, хочется сказать, Джонам, за то, что вы нас делали отцами. Хоть это праздник и отцов, но без вас мы бы ими не стали. Поэтому, слава Богу и за вас. И хочется, друзья, сегодня, чтобы мы помнили, как верующие христиане, какая роль отца. А если у тебя еще отец жив, то, пожалуйста, цени его. Пожалуйста, благодари его. Тот, кто уже похоронил папу, тот уже меня лучше понимает. Цените ими, пока они есть. Цените, когда они у вас еще есть. Когда у вас есть еще отец, который на ногах, который вам еще служит, который вам еще помогает. Я хотел бы, чтобы мы, как церковь, обращали внимание на такие семьи, где нужна помощь. В нашей церкви есть семья, это Тима и Неля Морозовы. Это папа, который имеет в семье шесть детей. Он работал 15 лет на работе, обеспечивал свою семью. И потом получилась травма, авария на работе. И вот уже несколько месяцев он не работает. И мама, ей приходится ночами работать. Потому что имеет шесть детей. Друзья, любой из нас может оказаться на этом месте. Никто это не планировал. Никто не ожидал. И когда женщина берет на себя вот эту ношу, роль, которую Бог ей, кажется, не давал, это очень тяжело и трудно. И мы, как церковь, должны отреагировать. Вот почему мы называемся братьями и сестрами одним телом. И когда мы чувствуем боль, стоит помогать таким семьям. есть у нас еще семьи, где маленькие дети, где отцов нету. Вы знаете, они похоронили. Это я называю молодые вдовы. О них стоит помнить тоже в день отца, потому что у их детей, у них нет отца. И дети в этом вообще не виноваты. И когда вы иногда везете ваших детей в какой-то парк или на какую-то прогулку, попробуйте согласиться, что может быть стоит взять мальчика или девочку с той семьи, где нету папы. Подарите им праздник, потому что они сегодня остались только с одним родителем. Если ваши папы еще живы, я призываю вас, позвоните им, скажите им, как вы их цените, как вы их благодарите. Если надо в чем-то, даже попросите прощения. И последнее, это для вас сегодня шанс простить отца, если у вас отца в вашей жизни никогда не было. Или у вас отец, он был плохой, жестокий, ужасный. Какая ассоциация происходит в вашем сознании, когда вы слышите день, праздник отца? У некоторых это настроение, это улыбка, мы будем вместе встречать, праздновать. У некоторых, это слезы. Отца в жизни не было. Этот праздник даже не совсем удобный, потому что не было отца. Оставил, бросил, кинул, или бил, избивал, издевался. Что делать этим людям? Как им праздновать? Куда им идти? Куда стучать? Куда кричать? Хочется в небо кричать и правильно делать, потому что, слава Богу, что там есть отец. Кажется, нереально для мамы бросить ребенка. Но наша миссия, как вы знаете, у нас есть орфенеч в Африке, в Кении, там есть дети, и одного из ребенка, которого нашли, он был в свинарнике, его мама кинула туда, чтобы его свиньи скушали. И там его нашел, наш брат Андрей, оттуда его достал. Кажется, нереально, но это в наше время, друзья, это не 200 лет назад. И написано об этом, друзья, что даже когда мама забудет, даже когда мама бросит ребеночка своего, любимого, Исаии 49, то написано, что я, Отец Небесный, я Бог твой, я не забуду. Я не забуду. Когда даже Бог забудет, я не забуду. можно, наверное, сказать или спросить, а правда ли, что все мужчины негодяи, что все они такие жестокие? Задумались, кажется, ну, и да, и нет. С одной стороны, неправда, а с другой стороны, ну и правда же, есть же такие. Есть же такие негодяи, но нельзя сказать, что все есть же и хорошие. Так почему мне такой попался? Плохой? В чем я виноват? В чем проблема? Почему мой папа был таким? Почему мне с папой не повезло? В чем вина моего папы? Друзья, не только ваш папа виноват, есть проблема или корень намного глубже, намного дальше. Причина в том, что папа был такой, не только в том, что папа кто-то неправильно делал, но корень проблемы это грех, который жил в папе. Вот этот грех он и разрушает папу, маму, общество, детей, семьи. Он разрушает. Сын, это деструктивно. Грех разрушает. И нам нужно объединиться против общего врага, душ человеческих. Не только против пап, которые провалили, которые испортили, может быть, жизнь, судьбу, но наш общий враг это душ человеческих, это дьявол. И этот грех, который разрушает сегодня семьи и дома, разрушает отцов, вот в чем корень проблемы, самой основной. Она началась давно еще в Эдеме, когда были только первые люди на земле, когда мама или папа допустили мысль, что они от Бога независимы. Помните, как дьявол сказал, а подлинно не сказал Бог? Он посеял в сомнения в сердце человека. Это сомнение до сих пор остается в людях. А есть ли Бог? А стоит ли верить в Бога? А правду ли говорит Бог? Кто смотрит нас онлайн, кто не знает Бога, кто не верит в Бога, сегодня это послание к вам. Друзья, вера в Бога вам никогда не помешает, но она поможет вам жить и выживать в самых трудных условиях. Бог, Он создатель, Он творец, Он дал тебе жизнь и дыхание. И сегодня все под Его контролем. И в этого Бога стоит верить и чтить Его как Творца. Но когда человек начинает сомневаться в Боге, вот там уже и наступает первая трещина в твоем строении. Дальше написано, дьявол сказал, вы скушайте этот плод и вы станете как Боги. У человека допустилась вторая мысль, это сущность греха, что человек может быть сам Бог, Он сам себе господин, Ему не нужны господа, Он сам решает, Он сам умный, Он самонадеянный, Он сам себе, Он гордый, Он уверенный, Ему Бог не нужен. И вот это вторая проблема, не только отцов, но и общество. Когда посеяно было это в самом начале, ты будешь как Бог. А для отцов, для мужей, для мужчин, Библия говорит, всякому мужу глава Христос. А дьявол говорит, ты сам себе глава. Ты сам себе глава. Ты, господин, ты же мужик. Ну каман, что ты тут будешь кому-то тут подчиняться? Ты же мужик. Мужик сказал, мужик сделал, давай вперед, ты сам, ты справишься. И кажется, это слабость, как-то кому-то там вставать под какой-то авторитет. Но когда мы не понимаем, под чей авторитет мы стоим, когда в нашей жизни вообще авторитетов нету, это беда, это провал общества. Вот в чем сущность, проблема, греха. Поэтому не так стоит обижаться на папу, как на грех. Вот против чего стоит нам вместе воевать и становиться, объединяться вместе. Слава Богу за это, друзья. Цель верующего Отца сегодня, друзья, познавать Отца Небесного. Чем больше мы будем познавать и узнавать Бога, чем больше для нас есть шанс, что мы можем стать похожими на Него. Я вчера начал перечитывать все места Писания, где есть слово Отец. И там очень много говорится о Отце Небесном. Там столько качеств, столько всего, что я для себя взял уроки. Друзья, хочется сказать сегодня нам, тем, которые не имели Отца в своей жизни. 2 Коринфянам 1 глава 3 стих написано Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения. Друзья, внимание, Отец всякого утешения. Посмотрите новый перевод. Написано, что этот Отец наш, если у вас Отца не было, Отец наш Небесный, Он может стать вашим Отцом сегодня. Если ты не признал, не поверил, не веришь еще в Бога, сегодня ты можешь прийти к Нему в покаянии, отдать Ему свою жизнь, отдать Ему свою жизнь, поверить в Иисуса Христа, и тогда этот Отец станет твоим личным Небесным Отцом. И дальше смотрите, как написано в новом переводе. этот Отец он стает источником всякого утешения. Утешения. Вы знаете, друзья, когда вас люди утешают, у них иногда заканчиваются слова. Внимание, когда люди утешают, у них заканчиваются слова. Когда люди вас утешают, иногда ты им просто можешь надоесть. Утешал, утешал, а все одно и то же. Просто надоел. потому что в нем нет источника. В человеке, который тебе даже помогает временно, временно, как-то в сезон пришел вовремя и тебе помог, поддержал. Слава Богу за таких людей. Но в нем самом нет источника утешения. Он закончится. Каким бы ни был человек, он раньше закончится. Но теперь внимание, друзья. Отец Небесный, он является не просто утешением, он является источником внимания всякого, любого рода, любой породы, любого уровня проблемы, всякого утешения. Он источником всякого комфорта. Сорс всякого комфорта. Вот какой у нас есть Отец Небесный, друзья. Давайте мы встанем для молитвы. Я хотел бы, чтобы мы на экране еще раз увидели эти три пункта. Я хочу призвать сегодня всех отцов, братья мои, давайте будем брать ответственность, которая нам дана своим Богом. Если у тебя еще есть Отец, сегодня в день праздника особо, возьми время и поблагодари его. Почти его. И третье, если у тебя не было отца, или он был плохим, сегодня у тебя есть шанс простить его. Прости его во имя Христа Иисуса, потому что Бог простил и тебя. И мы призваны прощать. И тебе станет легче. И кто нуждается сегодня в утешении, несмотря на что вы проходите сегодня в жизни, помните, Бог, Он есть источник всякого утешения во имя Иисуса Христа. Принимайте это утешение сегодня от Него. Принимайте сегодня это от Него. Принимайте сегодня утешение от нашего небесного Отца во имя Христа Иисуса и будьте благословенны. Аминь.